Усадный лук Если вы зайдете в посев, посмотрите Переноспоры вы там не найдете Лук был посеян 14 марта И к 28 марта мы вносили гербицид на экран Делали стомб вместе с раундапом Стомб положили в качестве экрана Гербицида, который будет контролировать Не взошедшие еще сорняки Раундапом добивали то, что уже успело вылезти После чего у нас также сложились условия Такие, что были осадки Постепенно экран уже начал сходить на неб И мы не стали вносить очередную дозу стомба с пирамидом Потому что не было возможности, было сыро Надо вносить на влажную, но не на сырую почву Эти два гербициды То есть ту технологию, которую мы рассказываем Европейскую, уже не один год Мы работали гуалом Контролировали взошедший сорняк Чтобы он, скажем так, не перерос И потом у нас с этим не было проблем Далее мы уже работали В апреле месяце, с 24 числа Мы работали полирамом Для того, чтобы проконтролировать Контактником перенос пороз Чтобы он не развился У нас не было проблем Системник мы не давали Потому что еще ассимиляционная поверхность Была невысока И мы ограничились именно полирамом Но уже к 8 мая у нас лук поднялся Мы уже имели хорошее перо И первое, что мы сделали Мы обработали препаратом Орвега Как раз мы это правильно сделали Потому что у нас пошел Так называемый сезон дождей И именно благодаря Орвега И вот двум компонентам Которые контролируют Перенос пороз на луке Обширный список заболеваний Которые позволяют именно В жестоких влажных условиях Этому препарату работать И контролировать эту проблему Далее мы к 18 мая повторили Обработку Орвега Почему мы опять повторили Орвега? Потому что опять же осадки Осадки, осадки У нас лук стоял в воде И если бы вы были дней 5 назад И посмотрели, что творилось здесь На территории фермерского хозяйства То в принципе лук был как в рисовых чеках Все было затоплено водой Ну благодаря Орвега, конечно Мы имеем чистый посев Достаточно хорошо выглядящую культуру 21 марта мы уже внесли стомб С пирамидом вместе Если вы обратите внимание на посев Немножко его покрутило Перо у лука Это связано с пирамидом Потому что после внесения У нас пошел дождик И хлоридозон Я так понимаю Был немножечко промыт осадками И досталось культуре Но это было, как бы знаете Не серьезно Но культура это почувствовала Поэтому когда мы рекомендуем Использовать почвенные гербициды Европейскую технологию Стом плюс пирамид Знайте, что за 24-48 часов Экран должен связаться И только потом уже Не страшны осадки И включайте полив На своих участках Это очень важно За это время он успевает Кристаллизоваться Схватиться в почве Скажем так Экраном И все В дальнейшем Потом у нас хорошо Далее мы использовали 29-го, 0-5-го Была обработка данного поля Сигнум плюс Орвега Для чего мы это сделали Потому что Влажность была высокая Все было очень сырым Была необходима Конечно же фунгицидная обработка И уже эсимиляционная поверхность У лука достаточно высока И контроль кладиоспориоза Был очень важен Чтобы у нас не было проблем В дальнейшем с гнилями В этом уникальность препарата Сигнум Орвега контролирует Переноспороз Сигнум Альтернарио И кладиоспориоз Чтобы потом у нас Как бы не было проблем В дальнейшем Как с товарным видом Так и с хранением Последняя обработка У нас была Акробатом Акробатом Это прекрасный продукт Димитаморф Который контролирует Великолепно Именно переноспору Посев у нас чистый Еще раз повторюсь Вы можете пройти Посмотреть Что касается сорняка Ну местами у нас По вылазе Вот тут уже есть амброзия Где-то есть венок Но в целом Это то что позволяют Делать почвенные гербициды И одна обработка гуалом О которой я говорил То есть вы имеете поле В том виде в котором оно есть Здесь не было никаких цеповок Прополок Дополнительных подготовок К семинару Это вот то что есть Я считаю результат Очень хороший Это важно для лука И тем более Уже никаких гербицидных Обработок на нем не будет Вообще желательно После 5-6 листа С гербицидами не играться Уже он садится на головку Начинает у него формироваться Головка И по большому счету Тут уже Сама культура Скажем так Затеняет уже Не дает возможности Сильным сорнякам развиваться Поэтому очень важно На начальных этапах Проконтролировать Сделать все обработки Против сорняков А потом уже вы будете иметь Чистый посев Я считаю что посев чистый Даже несмотря на то Что как складывались В этом году условия В дальнейшем мы планируем Еще раз проводить Обработку сигнумом Это контроль Опять же Кладиоспориоза И у нас еще есть Такой прекрасный продукт Который называется Равраль аквафло Это опять же Переноспороз И верхушечная гниль Это контактник Мы будем его вносить Обязательно Потому что После того что Тут было Важно теперь Растению Скажем так Его поддержать И дать ему Спокойно Нормально развиваться Без инфекций Акробат Арвега Сигнум Вот те продукты Которые мы вам Показываем на этом участке Вы можете их посмотреть Насколько они Эффективно работают И тем более Вы знаете Какие условия Здесь складывались На протяжении Мая месяца И части Той маленькой части Июня Которая уже Прошла Сегодня у нас Десятое число И Тем не менее Благодаря Вот именно Как сказал сегодня Юлий Сергеевич Защите От баз Нашими продуктами Мы имеем Хорошие результаты Уверенность То что культура Будет развиваться Спокойно Перо целое И соответственно Будет наливаться Уже Сама выловка Лука В принципе У меня по докладу Все У нас еще Посмотрите Справа от вас Еще есть тест-драйв Если у кого-то Есть желание Может пройти Проходиться И Потом Куда мы переходим На картошку Переходим Тогда на картоплю Или там Что Да Может какие-то Есть вопросы Если что Задавайте С пирамидом С пирамидом Какая доза Была пирамидна И какую максимальную Вашу дозу Пирамина принимают Подождите Это еще Один И почему Вы брали Именно пирамид А не гал Потому что Гал Больше позиционируется Против Амброзии Ну Мы боролись Вы видите Тоже старались Бороться С амброзией В чем суть Вообще Стратегии По Защите от сорняков Почвенными грибицидами Гал Вы все знаете Прекрасно Это контактный препарат Попал на точку роста Нет сорняка Не попал Он растет И продолжает Дальше буять Причем С гуалом Там тоже нужно Знать Какие дозировки И применять его Чтобы потом Луку не было Плохо Чтобы его не крутило Сильно Как раз Именно почвенная схема С том плюс пирамид Она позволяет Постоянно поддерживать На поле экран То есть У вас лук растет Семена сорняков Не всходят Да Если это будет Сот Если это будет Какой-то молочай Дурничник Вы конечно Почвенными Вы не проконтролируете Для этого Остается Как бы место Еще и гуалу И старана Ну Жесткие продукты С ними надо Осторожно И норос Лук Сворачивает В бараний рог Что не всегда приятно Поэтому пирамид Со стомпом Это хорошая Как бы Альтернатива Ну это как бы Не альтернатива А помощь Да Дополнение К той технологии Которую вы и так Все прекрасно знаете Тем более Раз в 12 дней Вы обработали Внесли Сделали экран И все Вы не бегаете Через каждые 5 дней Там 3-4 дня С этим гуалом Пытаетесь убить Постоянно всходящие сорняки Норма Гуала С пирамидом Пирамид турбо Литр Стомп До полутора Литров Я работаю уже несколько лет С одной схемой Так как в этом Дожди не позволяли Дожди не позволяли Да Да Поэтому Пирамиды Переросли Уже пирамид При норме Литр на гектар Но он не так Литр на гектар Ну да Дождите до конца В принципе я знаю Возможно с вами Общались или с кем Вы даже рекомендовали Ну и как Рекомендовали Допускали До 2 литров на гектар Пирамид И человек Отзывался хорошо Говорил Что у него все Разгорело В принципе Это так Нет 2 литра пирамида Я не мог рекомендовать Может быть 2 литра Стомпа Нет Именно пирамид А Зиропий Стомпа За сезон Стомпа Даем где-то 5,5 до 6 литров Только это дробно Стомп Совместно с пирамидом В течение сезона До 5 литров То есть мы его дробим На мелкие нормы По 1,5 литра 1,5-2 литра Физиологически Лук устойчив к стомпу И не вызывает Никакого фитотокса У культуры Этот продукт Действующее вещество Пендиметалин Вместе с пирамидом Они как бы Ну в таком синергизме работают Потому что стомп это почвенник И пирамид тоже почвенник Но пирамид еще может Додавливать сорняк Если он еще находится В семидольных В семидольных листочках То есть если где-то что-то Не удержал Не удержал экран Или там предыдущая обработка Немножко пирамид может его дожать Поэтому вместе Они так прекрасно работают Еще мы рекомендуем Использовать Стомп Плюс фронтир оптима Это уже последние обработки Четвертая Плюс фронтир оптима Два литра стомпа Или полтора литра стомпа И один и два Литр фронтира Чем это хорошо Фронтир также прекрасно Контролирует злаковые И будольные И этот экран уже вам Где-то недель на 5 на 6 У вас хороший гарантированный экран От сорняков Которые могут сходить В принципе тоже Для ведущих семидоров Говорились В первой Коя-то променял И больше почвен И даже больше Чем пирамид А именно на вот этой фазе Как вы понимаете Не было прокопки Остаются те сорняки Которые не взяли Приходится искать что-то Что-то Татрил, Гуал В принципе Пирамида Вы больше не применяли В смеси Да, литр То есть мы раза три Его применяли Поэтому там Получалось за сезон 3-4 литра А одноразовый литр Мы рекомендуем литр То есть ту схему Которую мы вытянули В Германии Мы ее придерживаемся Два литра пирамида Ну я не мог говорить Два литра пирамида Ну может не от вас Сказал, что тоже Не подправился Попробовал Два литра Ну на самом деле Пирамида Очень мягкий продукт Хлоридозон Он же 6 Используется На столовой свекле На сахарной На сахарной свекле Это самый Самый мягкий продукт Из всех Да, от страховых гербицидов Полностью не уйдешь Потому что где-то Что-то может вылезти Обязательно А вот именно Эта схема Она классная Ее спокойно Даешь только Нужно понимать Чтобы она успела Закрепиться в почве Чтобы не было Осадков сразу В течение двух дней Или хотя бы одного дня И тогда Все будет хорошо Чтобы не было промытия Как можно достать Трипса на лук Ну пока ничего Ну может у компаний По инсектицинной группе У конкурентов Что-то есть Найдете Смотрите в каталогах У нас Вы знаете 258 Фастак Намолт И Масай Это вот вся наша Инсектицинная линейка Тут Мы особо Не тягаемся С конкурентами По фунгицинам Да Можем поспорить А по инсектицинам Конечно уже Подбирайте Спасибо за внимание С вами был Ваш супермаркет Семян Подписывайтесь На наш канал И ставьте лайки